Привет, ребят! Прежде чем вы начнете смотреть этот офигенный влог, я хочу вам сказать, точнее напомнить о грустной новости, что близится конец лета. Я считаю, что это идеальный момент, чтобы запрыгнуть в последний вагон и отправиться в отпуск. Если мешает ковид, тогда локальные поездки. Это отличный вариант, кстати. Мы очень часто недооцениваем, насколько красивая страна, в которой мы живем. Но суть одна. Путешествие это всегда круто. И не стоит бояться цен на путешествия, потому что есть отличный вариант классно отдохнуть и при этом сэкономить. А все дело в том, что кэшбэк-сервис Letyshops раздает огромные кэшбэки в тематических магазинах для путешественников. Бронирование отелей, покупка билетов на самолет, аренда автомобилей. На все действуют большие повышения. Логика тут простая. Если с обычным кэшбэком вы вернете 200 рублей заказа, то с трехкратным вернете 600. Не бонусов, а реально рублей. А ведь повышения будут и 4-х и 6-ти кратные. Получить повышение очень легко. Нужно зарегистрироваться в Letyshops или скачать приложение. Перейти в интересующий магазин и оформить покупку. Кэшбэк вернется на баланс, а вы сможете вывести средства на карту или мобильный счет. Регистрируйтесь или скачивайте приложение Letyshops по ссылке в описании и экономьте ваши же деньги. А теперь погнали смотреть влог. Ребята, всем привет. Новый влог. Это первый мой влог, который я снимаю в новом статусе. Да, жена! Не, круто. Я счастлива. Господи, столько всего обсудить, столько всего рассказать, что я даже не знаю, с чего начать. Начну с самого простого. Я сейчас еду наконец-то на лазерную эпиляцию. Я очень много пропустила, потому что мы ездили на отдых. После того, как загораешь, а я специально как бы не загорала, но мало ли вдруг немножко загорела, пока ходила. Нельзя что-то там около месяца или полтора даже месяца ходить на лазер. Потом у меня была задержка этих дней, потом они у меня начались, потом у нас началась свадьба и вся эта суета. Да, ну короче, я очень много пропустила и думаю, сейчас будет очень больно. У меня есть знакомые, которые ходят тоже на лазер, точнее проходили какой-то курс лазерной эпиляции, и у них все круто. И нужно ходить только на поддерживающие какие-то там процедуры раз в полгода. У меня не так. Не знаю почему, может быть у меня что-то с гормонами, я не знаю как это объяснить. Но вот я хожу-хожу и вот один раз пропускаю, все, жопа. Ну не такая уж и жопа прям, но я просто, знаете, чувствую так, что как будто бы я всю жизнь буду ходить на лазер. И я каждый раз думаю о том, господи, что же я буду делать, когда я буду беременна. Потому что беременным нельзя ходить на лазер и кормящим грудью. И я думаю, черт! И я ни разу не ходила на эпиляции типа там воском и сахаром, как это там называется. Но, видимо, придется, потому что я не собираюсь ходить волосятая. И мне кажется, что беременность это не повод ходить волосатой. Короче, не знаю. Сложно. Что интересного сегодня? Наконец-то! Фотограф, один, правда, только фотограф, но это уже супер, прислал нам домой жесткий диск с фотографиями. Их там очень много. Ну, короче, сейчас 11 число августа, то есть прошло уже там, да, больше 10 дней с нашей свадьбы. Ну, 10. В один из дней позавчера, по-моему, была жутко расстроена. Я чуть даже не заплакала, потому что фотографы прислали фотографии где-то 20, если говорить на двоих фотографов. 20 фотографий, и они хорошие, я ничего не хочу сказать. Но просто мне, как человеку, который хочет ленту делать и так далее, этого мало, недостаточно. И я понимаю, что это круто, но я, например, еще жду фотографии из других локаций, еще что-то. Но проблема в том, что я ненавижу так работать. Я понимаю, что моя вина отчасти здесь тоже есть. Нужно было в самом начале сказать это фотографам. Единственное, что я сказала в самом начале фотографам, что мне понадобятся все исходники в большом формате. То есть не JPEG, а RAV, например. И я об этом сказала, как бы все понятно, но я сейчас думаю, а вдруг фотографы подумали, что мне это понадобится там не сразу, еще что-то. А мне это надо сразу. Причем надо было, я уже поняла, в чем моя ошибка, нужно было в день свадьбы прям взять и это, с жесткими дисками прийти, раздать фотографам, видеографам, потому что это реально большая проблема. У фотографов тоже нет огромного количества времени, чтобы заниматься только нашими фотографиями. Я это прекрасно понимаю, что у них своя работа, съемки. И вообще август это месяц, ну, как бы лета, типа свадьбы и так далее. Блин, мы успели, мы просто запрыгнули в последний вагон хорошей погоды. Вот сейчас уже, я не знаю, сколько, неделю, наверное. Вот прям после нашей свадьбы чуть ли не каждый день лютые дожди. Или не жарко нифига. Ну, короче, отстой, мы прям молодцы, я очень счастлива. Супер. Я ничего не поела, я голодная, но я не опаздываю. Мне очень хотелось сегодня спать, потому что я вчера всю ночь убиралась. Ну, короче. И что с фотками? Я очень нервничаю, потому что я не хочу выставлять никакие фотографии, которые присылают фотографы, не потому что они не очень, а не очень, а потому что меня гложет мысль о том, что фотографы выбрали, может быть, не самые лучшие кадры, или там есть еще круче фотки. Или просто хорошие также из этой серии, которые я смогу выставить в карусель. Ну, типа, что я расстраиваюсь? То, что ложка к обеду хороша. И мы потратили очень много денег и нервов на нашу свадьбу, и мне максимально хочется хотя бы каким-то образом, скажем так, вернуть себе какой-то кэшбэк в виде охватов, лайков, интереса, чтобы он постоянно был. Я понимаю, что я не смогу на своей свадьбе и не планирую хайпиться дофига месяцев, лет, полгода, неважно. И мне это как бы и не нужно, в принципе. Но сейчас же самое лучшее время, чтобы хайпиться на то, что я вышла замуж. Ну, как хайпиться? Это такое, типа, грязное слово. Ну, как бы возвращать себе какой-то кэшбэк. А мне, получается, нечем возвращать свой кэшбэк, потому что у меня нет фотографий тех же самых, которые я хочу каждый день выставлять в Инстаграм и по несколько штук. Поэтому я очень сильно из-за этого начала расстраиваться, переживать, беситься, злиться. Ну, и, в принципе, ни к чему это так не привело. Следующая тема по поводу нашего медового месяца. Мы планируем провести его в Турции. Но пока что это не представляется возможным, потому что мы как бы боимся ехать сейчас туда. Да вообще, в принципе, стрёмно куда-либо сейчас ехать. Но я уже об этом, кстати, рассказывала в своём Инстаграме, в сторис, по-моему. Я думаю, что все знают, что происходит сейчас в Турции, что там пожары. Это очень страшно. У нас, кстати, сегодня одна из знакомых семей моей мамы должна вернуться из Турции. И там, где они были, там не было пожаров. Но там, куда хотим мы поехать, вообще-то, наверное, могут быть пожары. Я не знаю. Я периодически смотрю. Но суть даже не в этом. Суть в том, что даже если там, куда мы хотим поехать, нет пожаров, мне всё равно страшно лететь. Потому что вдруг, типа, в день, когда у нас будет самолёт, там, не знаю, над нашим самолётом именно будет какой-то очаг огня. Я не знаю. Ну, короче, это страшно всё. И мы пока ничего не делаем, не предпринимаем никаких действий. Мы просто сейчас хотим поработать, заработать денег на светлое будущее. Потому что у нас тоже много разных планов, желаний, обнёвочек, которые хотелось бы совершить в этой жизни. Так что пока не знаю. Но я очень надеюсь, что всё получится. Потому что, ну, короче, у нас есть вариант поехать в Грецию, например, даже. Но для этого нужно сделать визу. Мне не хочется заморачиваться визами какими-то. У меня и так столько мороки. Я подала документы на замену паспорта, потому что меняю фамилию. И вот у меня вопрос. Я вчера лежала всю ночь, блин, час не могла уснуть из-за этого. А мне надо менять подпись или нет? Я как бы планирую, что да. Я лежала логически и думала. Вот, например, у меня есть какие-то документы, которые я подписывала ранее своей подписью. Понятное дело, что у меня, в принципе, поменяется фамилия. И можно сказать, что другой человек. Поэтому какая разница, меняю я подпись или нет. Ну, типа, я могу спокойно её поменять. Потому что мои прошлые документы с моей прошлой подписью, они не будут, грубо говоря, ничего такого значить. Потому что подпись-то другая. И фамилия другая. Ну, короче, не знаю. Лежала всю ночь, об этом думала. Потому что я уже придумала, какая у меня будет новая подпись. Такая вообще смешная. Ну, типа, на самом деле, Карина, по-моему, вообще свою оставила. Она сразу сказала, типа, а что придумывать? Свою оставлю? Не, ну это как бы норм. Мне просто очень удобно, потому что буква Г от буквы Б в моей придуманной подписи не сильно-то отличается. И мне очень нравится, что получается. И я такая девачка, нет. Короче, не знаю. Я не знаю, надо мне это делать, не надо менять мне подпись. Потом я подала документы на замену прав водительских, ПТС, документов на машину. Но мне кто-то сказал, по-моему, что без паспорта российского я не смогу поменять права. А получается так, что у меня уже все быстро одобрили и прошло. И я могу уже пойти менять права. На следующей неделе я записалась на вторник и среду. В два дня разные штучки менять. Но паспорт мне не одобрили. Как мне не одобрили? Потому что там в госуслугах, когда регистрируешься на эту услугу, нужно себя сфоткать на белом фоне. Я попросила Славу, он меня сфоткал. Видимо, им не понравилась эта фотка. Я сфоткала фотку, которую я сделала для того, чтобы ее потом поместили в мой паспорт. И я не знаю, вот жду ответ, но очень долго отвечают. Сервис не нравится. Нет, ну реально, ну я не знаю, почему, что там смотреть. Там заполнять, на самом деле, кучу всего. Первый раз я вообще задолбалась заполнять. Я пока нашла, где в свидетельстве о браке серия номер, я вообще чуть с дуба не рухнула. Ну, господи, как все сложно. Не то, что в паспорте, там все понятно. Разобралась, зато теперь знаток. Вчера из дома вытащили просто огромное количество хлама и мусора. И я прям кайфую. У нас был сломанный утюг, сломанный отпариватель. Старый такой у нас был. Они были сломаны, на них уже сто лет нет никакой гарантии и так далее. И, короче, я думаю, да пошел ты! И выкинула, потому что они занимались столько места. Мы вчера три раза сходили вниз. Что-то мы погрузили в машину. То, что хорошее, но дома не нужно, на дачу отвезем. Очень много всего выкинули на помойку. Я безумно кайфую от этого, потому что я вчера устала, капец. Я вот, знаете, когда лежишь на кровати, и тело в одну сторону, вот верхнюю часть тела, а нижнюю часть тела в другую. И типа кости прокручиваешь. И вот я лежала вчера в одну сторону, в другую. Потому что мне было так плохо. Я так устала, мне так болела спина. Все помыла. Пыль. На балконе порядок навели. Очень много чего, что мешало нам на балконе, тоже на дачу отвезем. Типа это неплохие вещи. Просто в том присутствии, что мы не можем с ними расстаться и выкинуть, потому что они хорошие, но дома они нам, видимо, уже не нужны. Короче, кайф. Я вчера прям получила удовольствие. Я, на самом деле, из-за этого не могла начать снимать видео. Потому что я Славе рассказываю. А, в столе я разобралась. Господи, в столе Слава разобралась. Все, навела порядок. И я Славе вчера говорю, что когда дома чисто, вот когда я убираюсь, я как будто бы убираюсь у себя в голове. И когда я вижу, что дома порядок, мне кажется, что у меня в голове порядок, и я могу не думать о грязи, а заниматься чем-то важным, чем-то полезным. И я не знаю, что это такое. Возможно, в психологии есть какой-то термин этому. Но вот пока у меня дома грязно, я пока не уберусь, я не могу делать что-то другое. Ну, понятно, что бывают вещи важнее, уборки, я такая, да, все. Но вот если говорить про какие-то хотелки, вот пока дома не убрано и грязно, мне очень тяжело начать там те же видео снимать, фильм смотреть, неважно, что угодно. То есть я не могу. Мне нужно сначала убраться, и тогда все. У меня сразу, как будто бы я начинаю с чистого листа, и все обновилось, и новое программное обеспечение, можно работать. Ну, короче, вот какая-то такая шняга. Очень от этого кайфую, потому что из-за этой моей психологической штучки у меня дома всегда чисто. Ну, не всегда, но как бы какой-то сильной грязи никогда у меня дома нет. То есть может быть такое, что я такая, типа, ничего не хочу делать. То есть я бываю ленивой, конечно. Но при этом, то есть все равно, я вот как бы не могу без уборки. Причем до свадьбы я заказывала клининговую компанию убираться дома. Я почему-то думала, что это обязательно нужно сделать именно до свадьбы, но как выяснилось, намного больше это пригодилось бы после свадьбы. Ну, я могу их вызвать еще, но я просто, не знаю, мне очень тяжело, когда ко мне домой приходят убираться, и я чувствую себя, знаете, как? Так, я же сама убираюсь, я же сама люблю чистоту, сама люблю убираться. Ну, короче, вот такая вот у меня фигня. Я почти приехала, поэтому встретимся позже. Все, ребят, я уже сходила на лазер, я очень счастлива, я так радуюсь каждый раз после лазерной эпиляции, потому что я всегда иду, когда на лазер, я думаю, ну вот, сама себя веду на какие-то испытания. Это просто ужас. Вот женская доля. Ну, нет, на самом деле не то, что женская доля, каждая же девочка сама выбирает, да, некоторые мужчины ходят на лазер. Ну, просто это не массаж, да, понятно, что это все равно неприятно. Но вот я всегда только за бикини волнуюсь, поэтому я каждый раз говорю, давайте с бикини начнем. Потому что это самое сложное, самое все равно волнительное. Но я так волновалась, думала, блин, наверное, будет так больно. Но в итоге нормально, вообще прям терпимо. Ну, я попросила врача сделать мощность, не такую сильную, потому что я не знаю, что там, что там, как там. Ну, короче, все прошло супер. Я очень рада. Уже еду минут 15 как домой. Причем в Смайл-студию мне ехать не так долго. За 19 минут доезжаю, прям благодать. А обратно бывает прям долго еду. Ну, вот, когда я выезжала, показывала 32 минуты. Сейчас вот еду 10 минут уже с чем-то. А все еще 27 минут. Ну, в пробке стояла, в итоге сейчас развернулась. Я еду по другой дороге, поэтому надеюсь, что быстрее доеду. Я думаю, что вы смотрите сейчас влог уже сколько-то там минут. И думаете, блин, опять весь влог по машине. Я тоже такое не люблю, поэтому обещаю, что в этом влоге не будет всей машины, только машины. Сейчас я приеду домой, покажу вам что-нибудь дома. Потом еще может быть со славой. Да замолчи, тварь! Твою мать, как ты меня достала! Можно выключить как-то ее болтавание с Санью? Что сказать? Какие у меня ощущения? Клатные. Клатные. Потому что, блин, ну на самом деле... Я вот все анализировала, думала. Вот у меня же было раньше дикое желание выйти замуж. И эта навязчивая идея, она меня мучила долгое время. А потом, когда я отпустила, ну я вам рассказывала. А потом, когда я отпустила... Не, ну понятное дело, что я думала о том, что я хочу выйти замуж. Понятное дело, за человека, с которым я встречаюсь вместе, да. А не просто там за какого-то прохожего. Просто образно говоря, что как будто бы была сама идея именно просто выйти замуж. Какая навязчивая идея. Потом я от нее отказалась. Могу сказать, это было нелегко. Я просто долго и много работала над своей головой. Над тем, что у меня в голове. И вообще, что хорошо, что плохо. И зачем вообще я думаю о каких-то таких вещах. Почему я не могу просто наслаждаться жизнью, да, радоваться, быть счастливой. Почему мне обязательно нужно вот это вот, это вот. Я каждый раз, вот я не из тех людей, которые могут жить здесь сейчас. Мне это очень тяжело, если честно. Мне очень тяжело просто жить здесь и сейчас. Потому что у меня в голове всегда куча заморочек. Я всегда думаю о том, что так, надо завтра вот это, а потом планы на вот это. То есть это на самом деле реально, ну, тяжело просто не думать. Тяжело просто жить. Это очень не полезно то, чем я занимаюсь. Я очень много думаю. Да, действительно. И это на самом деле не так уж полезно. Потому что иногда это просто бессмысленно. И зачем думать о том, чего, например, еще не произошло. Или о том, что... Ну, короче, это сложно. Но интересно. Я все еще не верю в то, что я жена. Так странно. Все настолько быстро произошло. Это поразительно. Вот я думала об этом, знаете. Я знаю, что бывает такое, что... Даже вот бывает полгода с человеком встречаешься. И хоп, уже все, вы уже женитесь, у вас уже дети. Ну, ведь такое бывает реально. И много такого бывает. А мы просто так долго вместе, я понимаю, что... Ну, мы как бы молодые и были еще моложе. И, в принципе, торопиться зачем в таких вопросах? Просто когда ты так долго встречаешься с человеком... И, ну, типа, вот я столько ждала. Ну, вы знаете, столько я ждала. Думала об этом. Господи, когда же я выйду замуж? Когда же он сделал мне предложение, твою мать? Уже насколько можно ждать? И тут просто все происходит буквально вот в течение двух месяцев. Шмяк, шмяк, хоп, все. Мы уже женаты. Это, на самом деле, очень странно. Я до сих пор еще не привыкла к этому. Ну, конечно, мы уже... Я уже назвала Славу в телефоне нелюбимый, а муж. Хотя это не обязательно. Я Славе сказала, что я ему показала, что я тебя уже переменовала. Точнее, я ему сказала, позвони мне. Он мне звонит от Касмари. Типа он муж. Ну, вот эти вот приколы. Я ему показала просто так, не с намеком, типа, давай переименовывай меня. Он начал переименовывать. Потом он что-то пытался найти меня в Телеграме, что-то мне хотел отправить. А он уже привык, что я любимая. И начинает писать, типа, любимая. А вот он такой, блин, я забыл, тут жена. Я говорю, да, жена. Не обязательно, что нелюбимая. Я говорю, ты можешь оставить меня любимой. Я не заставляю тебя переименовывать меня в жену. Главное, что я знаю, что ты знаешь, что я твоя жена. И все. Но при этом мне хочется оставаться любимой женой. Хотя, наверное, когда так говорят, это значит, что очень много жен и одна из них любимая. Ну, короче, не знаю. Сейчас я стараюсь жить здесь и сейчас. Насколько у меня это хорошо получится и вообще может ли у меня это получиться, я не знаю. В общем, я брак, это весело. Я очень хочу быть хорошей женой. Хозяйственной. Чтобы мой муж гордился мной. На самом деле, мне кажется, я хорошая жена. Я вчера убиралась. Мой муж ко мне подходит такой, он говорит, зая, хочу блинчики. Я такая, блинчики, сейчас будут блинчики. Сделала блинчики. Хорошая я жена. Да нет, хорошая. Задавайте вопросы под этим видосом. В следующем влоге будем болтать, обсуждать. Что изменилось? Отношения друг к другу изменилось, скажу честно. Мне кажется, что мы стали друг друга больше уважать, ценить. И вот это вот чувство того, что мы не просто типа сожители какие-то, знаете, или типа мутим. Оно, конечно, очень приятное чувство. И Слава мне даже сказал как-то, блин, так классно. Чего я так долго этого не делала? Ну, типа, ему тоже нравится. Он кайфует, он счастлив. И я очень рада. Ну, как бы, как я и сказала, что для меня всегда самое главное было... Ну, там были какие-то комментарии после того, как Слава сделал мне предложение. Были какие-то комментарии на тему того, что якобы я его все-таки заколебала своими молитвами. Женись на мне. Я, конечно, хотела, чтобы мы официально стали мужем и женой. Но я никогда никого не уговаривала и не стала бы уговаривать жениться на мне. Умоляю, люби меня, пожалуйста, люби меня. Я такая никакая. Я хочу, чтобы меня хоть кто-то любил, чтобы хоть кто-то женись на мне. Ну, типа, это не моя история. Короче, я бы никогда не стала уговаривать, упрашивать парня, чтобы он на мне женился. Потому что для меня это такое, знаете... Извините меня, если ты не хочешь на мне жениться, не надо. Я считаю себя очень классной, клевой телкой. И никого заставлять и уговаривать жениться я бы никогда не стала. Это просто, знаете, вот люди, у которых с самооценкой проблемы, они, наверное, уговаривают. Но я уже как-то это комментировала, что если бы это так работало, я бы уже несколько лет как была замужем, понимаете? Поэтому... Не, я на самом деле даже на это не обижаюсь, потому что это, ну, просто... Ну, я не знаю, как что. Как сказать, что я не люблю маму, например? Ну, типа, это просто какая-то фигня. Ну, типа, даже нет смысла вообще об этом думать. Но прокомментировать все равно иногда хочется. А я очень люблю свою маму. Я не думаю, что вообще нужны какие-то сомнения, да? Так же, как и не вижу смысла там кому-то сомневаться в том, что Слава сделал мне предложение, потому что он, наконец, созрел к этому шагу. Сам созрел, а не потому что я его задолбала, а потому что он меня любит. Ну, типа, что еще надо? У меня есть почему-то такое ощущение, что мы начали с чистого листа. Как бы так сказать, что как будто бы сейчас... Ну, вот мне кто-то сказал, что первый год самый сложный после свадьбы. Не знаю. Но мне кажется, что у нас все равно жизнь меняется. Не? Я не знаю, как у кого по-другому, не по-другому. В принципе, не могу сказать, что есть какие-то кардинальные изменения, но у меня в голове идет перестрой такой, потому что я всегда была такая, типа, ааа, мне пофиг сама, что я что-то делаю. А сейчас мне, ну, у меня есть другие какие-то мысли на эту тему, то, что это мой муж, это там самый главный, да, человек моей жизни, он будет отцом моих детей. То есть сейчас у нас отношение друг к другу изменилось, и... Можно скоротить дорогу. Отношение друг к другу изменилось, и мы над этим как бы работаем, над новыми какими-то установками, правилами, которые внегласные, скажем так. Мы это не обсуждаем, но просто это летает в воздухе, что теперь мы, в принципе, друг к другу по-другому начали относиться, но и не то чтобы должны, а вот есть чувство такое, что теперь все по-другому. То есть теперь, если у меня какая-то проблема, я, например, не к маме бегу, а к мужу своему. Ну вот скажем так, что теперь там какие-то мои проблемы, да, наши проблемы должны оставаться в кругу нашей семьи. То есть все равно есть какие-то правила. Я, например, понимаю, что у нас теперь отдельная семья. Наша семья. Ну то есть это, конечно, как к этому относиться? Можно как бы ничего не менять в своей жизни, можно забить вообще болт, да, и делать как дел. Но я, не знаю, кстати, посмотрю психологические всякие видео на эту тему, но мне кажется, что для того, чтобы в семье вашей было все классно, гармонично, хорошо и не было никаких моментов, нужно над этим работать, нужно стараться и в любом случае меняться в какой-то степени. Мы уже не парень и девушка, и мы должны понимать, что все равно не должно быть так, как раньше. Это не значит, что должно стать хуже, нет, просто... Конечно, можно сказать, что это какие-то придуманные границы там в голове, еще что-то, и можно вообще на это забить, как я и сказала. Но есть у меня какое-то четкое ощущение того, что для того, чтобы правильно... Ну как правильно? Чтобы мы не ругались, чтобы у нас была счастливая семья, наша семья, нужно придерживаться каких-то моментов. И еще из интересного, но я это уже вам дома покажу, мы купили Сегу. И вчера, и вообще позавчера у нас есть любимая игра Тетрис. Мы со Славой играем в Тетрис вдвоем. У него свой экранчик, у меня свой. И вот мы играем. Он у меня, конечно, чемпион по Тетрису. Про погоду в Москве. 24 градуса, душно, дождь. Говно. Сегодня 11, завтра 12 августа у мамы Славы день рождения. Мы, кстати, ей уже подарок подарили, мне кажется, за месяц до днюхи. Ну нет, не за месяц, может, за недели три. Мы ей подарили кофемашинку классную, такую же, как у нас, только более новую. И другого цвета. Ну, как более новая, она типа обновленная. Короче, поедем на дачу, но не завтра. Хоть завтра и день рождения у Марины, мамы Славы. Не завтра, потому что она собирается отмечать в субботу, и всем так будет удобней. Ну, на выходных, поедем на выходных. Вот, а мы со Славой тем временем, я думаю, что, может быть, даже сейчас, после Макдональдса, поедем в торговый центр и посмотрим, хотим купить шторы на дачу. Темные, как у нас дома, чтобы солнце не мешало нам спать до трех. Я все еще худею. Звучит это так, как будто бы я сижу на какой-то диете или схожу в зал. Нет, просто я... не набираю. Мне очень интересно посмотреть на себя после родов и во время беременности, сколько я наберу килограмм. Я пока не беременна. После свадьбы я взвесилась. Я весила 47 или 46,9. Ну, короче, 46, типа вот так, 46, 47. Это я не помню, когда я столько весила. Мне кажется, даже, типа, лет в 12 я столько не весила. Я в шоке, реально. Это странно. Это круто, потому что, да, я жру, что хочу, не поправляюсь, вообще, расслабуха, веселуха. В этом плане кайф. Но это меня пугает, потому что я не понимаю, почему я худею. И кто-то там где-то писал, а, про мои ноги были посты после девичника. То, что... Ну, и вообще, в принципе, много где выставляли мои ноги там в шортах, в платье, что они очень сильно худые. И я тоже в шоке. Это реально шок. Причем, когда я сижу, у меня ляжка как бы, ну, ложится, она не такая худая. То есть она есть. И поэтому я люблю еще какие-то объемные штаны носить, потому что мне самой, ну, как бы, странно. Я реально очень худая. Больше всего меня огорчает только то, что, ну, как бы, я хочу жопу большую, да? А, где взять жопу, когда ты очень худой, худеешь? Ну, как бы, качаться надо, да? Ну, блин, мне лень. Я хочу после беременности, после родов. Я хочу после родов пойти в зал. У меня сейчас неохота. Зачем? Все равно после родов захочу приводить себя в суперидеальную форму. Вот тогда я пойду. У меня еще вот этой вот хернень тратать. Один хер рожу, не пойми, что будет. Ну, я думаю, что я буду такая же худая. Мне кажется, я килограмм 6 наберу за беременность. Мне кажется, я вообще не изменюсь. Ну, так чисто живот только вырастет. Короче, я не знаю, как будет, но очень интересно. Вот, я пока не знаю, когда будут у нас дети. Я все равно думаю, что в 24 я рожу. Мне почему-то так кажется. Но мы пока не беременны. Если что. Ну, блин, на самом деле это тупо. Потому что я понимаю, что в какой-то момент, сука, я просто перестану поднимать эту тему. И кто-нибудь наверняка подумает, а она, походу, уже беременна. Я очень не хочу, чтобы кто-то знал о том, что я беременная, когда я буду беременна. До тех пор, пока это не будет сильно очевидно. Потому что... Ну, потому что мне страшно. Я не люблю такие вещи. Я не хочу, чтобы кто-то сидел и думал о том, что я беременна, знаете. А потом, не дай бог, что-то там где-то случилось. Фу. Ну, короче, все это очень волнительно, очень страшно. И ребенка тоже мы показывать не будем. Я такой не люблю. Это, конечно, очень тяжело будет. Такую пиздечку не показывать наверняка. Будет такой миленький. Или такая миленькая. Ну, что я сейчас двойню рожу. Не знаю. Я не знаю. Но у Славы в роду есть двойня. И мне астролог говорила, что, скорее всего, у меня будет первая дочка. Это было давно, еще в 2019 году, когда она мне рассказала, что в 2021 году, скорее всего, я выйду замуж. Что в итоге сбылось. Я это запомнила, конечно же, на всю жизнь. Разговор наш был, типа, в году 2019. Ну, то есть... Она мне сказала, что, скорее всего, ну, как бы у меня будет первая дочка. И это хорошо. Потому что я хочу первую дочку. И вообще я мечтаю о дочке. Но это плохо. А с той стороны у нас со Славой кровь не очень-то подходящая, скажем так, друг другу. У меня первая отрицательная. У него другая. Я знаю, какая, но говорить не буду, потому что, ну, мало ли, конфиденциально. Мне норму про свою рассказать. И у меня очень сложная кровь. У нас, короче, будет, типа, резус-конфликт. Как-то так это называется. И мне мама говорила, что когда такая фигня, то лучше мальчиков рожать. Типа, ну, как бы для мальчика норм. Но меня это очень сильно расстраивает. Я хочу дочку. Ничего не знаю. Я буду рожать дочку. Я буду рожать, пока не рожу дочь. А я рожу дочь. А потом я буду рожать, пока я не рожу сына. Ой, капец. Ну, короче. И я так поняла, что какие-то уколы ставят беременным, чтобы не было вот этого конфликта. Потому что, типа, моя кровь может отвергать плод с другой кровью, думая, что это, типа, что-то вражеское. Ну, как, знаете, как вирусы всякие работают. Антитела или какие-то как-то работают. Ну, короче, вы поняли, да, что я имею в виду? В общем, кто знает, кто проходил такое, у кого был такой, типа, резус, конфликт и так далее, расскажите мне, пожалуйста. Потому что это вопрос достаточно насущный, интересный. Это не то, чтобы, типа, столкнусь я с этим не столкнусь. 100% столкнусь. Но я знаю, что сейчас, ну, как бы технологии все норм. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Я просто слышала, ну, или мне мама, не помню, кто-то говорил, что какие-то уколы вроде бы делают, и все, типа, норм. И рожай спокойно. Типа, что-то там вводят в организм матери, что, типа, это не страшно. Я не знаю, но мне надо будет это узнавать. Может быть, это нужно будет делать до зачатия. Короче, расскажите, а я уже приехала домой. Ребята, я в декатлоне. Но это я взяла не здесь. Мы со Славой приехали в торговый центр, чтобы купить всяких штучек для дачи. Там шторы, подушки, одеяло, декоры какие-то. И сейчас мы решили зайти в декатлон, посмотреть, что тут есть. Может быть, что тут для той же дачи, каких-то финцикрышек, приколюшек. И по дороге к декатлону я увидела лавку, прилавок с поп-итами. Я это взяла не себе, своему брату Саше, потому что, когда я была на даче, я играла в его поп-ит и своими ногтями порвала ему несколько шариков. И я ему пообещала, что, когда я увижу в магазине поп-иты, я обязательно ему возьму. Я ему сейчас позвонила по видеосвязи, говорю, какой ты хочешь. Он офигел. Он сначала попросил один синий. Я говорю, ну, посмотри, может, еще какой-то ты хочешь. Не знаю, может быть, он думает, что они стоят, там, миллион рублей. Но они не очень дорогие. Ну, как бы, для братика не жалко. Вообще, что я, господи, 700 рублей за две штуки отдала. Ну, типа, в сравнении с такими тратами, которые иногда у меня бывают, подарить братику два поп-иты, это вообще просто такая малость, что я могу сделать. Кстати, можно взять воланы. Ну, продвинутый. Интересно, а в чем их продвинутый? А Слава смотрит ракетки для настольного тенниса. Я люблю настольный теннис. А я попробую посидеть на этой раскладушке. Так я боюсь, что меня выгонят. Ладно. Вот, что я рассказывала. Взяла братику поп-иты, я ему позвонила, он офигел. В итоге, я ему взяла две штучки, хотя я бы взяла еще больше, если бы он сказал, ой, еще вот это нравится, вот это, они все классные. Но он сказал, я говорю, точно больше не надо? Он говорит, да точно, точно, зачем мне так много? Я говорю, ну, вдруг ты хочешь? Ну, короче. Милашка, вот эти классные шарики, чисто из детства. Баскетбол, волейбол. Во что там играют, когда рукой отбивают? Мы съездили в Макдональдс, подкусили, потом чоу-чоу-чоу-чоу. Потом очень много стояли в пробках, доехали до ТЦ-шки наконец-то, сходили за шторами. Сейчас в Декатлоне. Еще заходили в Лего, чтобы Слава посмотрела. Я люблю настольный теннис. Да, и мы тоже суси. Вот я примерно так же играю. Да? Вот как он. Только без футболки. Просто тут, типа, для профессионалов, а здесь вот здесь. Я точно не так играю. Да, я вот так играю. И что, там одна? Одна всего лишь. Повремеет. И там больше нету? Нет, да. Это нечестно. А, ну типа... Буду Вову выигрывать. У каждого, Вова мой, в общем, у каждого, типа, своя ракетка должна быть пуля. Можно такую штуку купить, вот она, 800 рублей стоит. И на даче найти какой-нибудь стол соорудить. Интересно, это возможно? Да. Стол только должен быть идеально ровный. А, всё. Значит, невозможно. Нет, это возможно. Ну, сколько стоит, интересно. Тогда и шары надо взять. Чё ты будешь вечно... 24 косаря. Охереть. 24 косаря. Давай по бартеру найдём. Не знаю. А чё? Мы же не пытались. Вдруг. Смотри. О, тут есть за 6 тысяч. Тебе для ракетки ещё нужен чехол. Ну, всё, зая, я уже не могу ходить. Нам ещё в домовой идти. Блин, хочу в ресторан. Ой, не буду я брать эти штуки. Пофиг. Они слишком дорогие. 600 рублей. Много денег потрачено. Хотя они классные. А сколько там штук? Шесть? Целых шесть? Даже и не знаю. Ну, в принципе, не так уж и дорого. Если одна такая стоит 79, ну, они пофло вообще. Блин, а вдруг эти такие же? Они выглядят такими же. Господи, вокруг один обман. Написано, что эти, типа, очень крутые. Но они выглядят как эти. Эти дешевле. Ну, чёрт, я не понимаю. Они очень лёгкие. Они должны быть тяжелее. Ну, в принципе, можно просто парочку взять и не париться. Да? Так, ребята, мы уже дома. Я захотела поменять вот эту шторку в ванной. Потому что их, ну, как бы нужно менять периодически. Потому что вот что с ней становится. Ну, не знаю, так, может, не видно издалека. Но видно, что внизу она как бы уже такая тухлая маленько. А ещё купили много разных классных красивых полотенчиков. И старые как раз можно отвезти на дачу. А новенькие оставить дома. Кайф. Так что сейчас я поменяю вот эту тухлость на вот эту. И давайте сравним до и после. На самом деле, вот то, что я взяла вот это, это лучшее из того, что я там увидела. Так, вот наше до. Вот так. А теперь посмотрим, как станет. Та-дам! Вот как стало. Единственное, что я заметила, она не такая уж длинная. Она всё равно норм. То есть, вот получается. Ну, просто наша была длиннее. Ну, это даже и хорошо, потому что я не люблю, когда вот эта вот мотня лежит. Давайте на помойку. Хотя она мне очень нравилась. Надо было две такие тогда взять. Потому что так красиво, с золотыми штучками. Как раз под бежевый, ну, больше подходит, чем вот такая. Но лучше не нашла. Хотя я не помню, где брала. Но она длиннее, да. Так, что интересного у нас тут? Жёсткий диск. Сегодня фотографы прислали фотки, я говорила. Вивочка. Вивочка. Вчера здесь разбиралась. Тут наводила по ряду к чистоту. У нас здесь стоял утюг, отпариватель старый, сломанный. Ну, я рассказывала, мы их выкинули. Теперь здесь аккуратно чисто. Здесь у нас книга с пожеланиями на нашу свадьбу от друзей, родных. Мы их читали, над некоторыми смеялись. Некоторые просто очень милые. А вообще всё очень мило. Здесь вот такая коробочка моя память. Там зеркала стоят, которые я обычно в поездке бывает беру. Здесь моя фото хранится. Вот. Здесь нитки, иголки. Тут сервиз какой-то, подарочек. Тут у нас бар. Что-то из того, что осталось со свадьбы. Что-то из того, что у нас тут уже было. Ммм, благодать. Это ещё не всё, мои хорошие. Здесь есть ещё вот такой бар. Тут тоже много алкоголя. Тут что-то, что дарили. Что-то, что со свадьбы тоже. Вчера убиралась. Всё расставляла на свои места. Кстати, сейчас вам покажу фотку, которая должна быть у меня на моём новом паспорте. Надеюсь, что её одобрят. Вот такая вот. Ну, не то чтобы прям вообще красотища, но типо сойдёт. Здесь что-то. Здесь у меня коробка с воспоминаниями. Тут всякие мелочи прикольные, классные. Тут мои косметички в дорогу, которые беру. Тут кое-какие тетрадки. Там ничего интересного. Какие-то блокнотики. Здесь у нас коробка, в которой лежит фотоальбом. Он выполнен в таком же стиле. Сейчас вам даже покажу. Это я заказывала специально к нашей свадьбе, чтобы всё было красиво у нас. Вот такой фотоальбом в таком же стиле, как и та книга с пожеланиями. Вот, и когда у нас уже будут суперфотки все готовы, будем их сюда засовывать. Ну, из этого альбома хочется сделать чисто свадебные. То есть, как бы не планируется что-то ещё сюда. Понятно, с гостями тоже, с друзьями, с родителями, наши личные. Именно со свадьбы сюда обязательно все вставим. Вот. Так что клёво. Будет так храниться. Потом наши дети будут смотреть и плакать. Говорят, какие вы были молодые. И в точно таком же стиле, ну, то есть, то же самое, заказала три всего. Папка для свидетельства о браке. Сейчас я её отсюда убрала, потому что, когда я пойду менять паспорт, ну, как бы зачем мне с такой идти, да? Это чисто для дома, для красоты. Смотрите, как клёво. Ручная работа. Супер, да? То есть, так у нас свидетельство лежит вот в такой папке. Вот с ней я и пойду. Там у меня уже лежит свидетельство о моём рождении. Оно мне тоже понадобится. Короче, навела чистоту, порядок. Муж вчера тут повесил бельё. Здесь тоже, кстати, разбиралась, умиралась. Что тут было очень всё загромождено, всякой фигнёй. Вот, кстати, вот так выглядит наша коробка со свадьбы для денег. Она стоила 800 рублей. Мы взяли её на садоводе. Ну, как бы, на самом деле, это то, что реально вообще пофиг. Но я её не собираюсь хранить. Просто пока она здесь стоит, и там до сих пор лежат конвертики, которые нам дарили с деньгами. Ну, понятное дело, там денег уже нет. Просто мы решили её забрать, и пока она здесь. Так, в принципе, разобралась. Всё протёрла. Чистенько, классненько. Вот так тут вот. И своё второе платье, которое из салона Мэри Трюфель, повесила сюда, потому что оно не такое большое и пышное, как первое. Кстати, по поводу платьев. У меня проблема, потому что они мне не нужны. И я хочу их продать, но я не знаю, как это сделать, и кто их купит. На самом деле, они в очень хорошем состоянии, но в любом случае придётся делать химчистку. Это даже, ну, как бы, и ежу понятно. Здесь я тоже скажу, вдруг кто-то найдётся, кто хочет купить моё платье. Я не знаю, за сколько мне его продать. Я об этом ещё подумаю. Короче, я не знаю. И вот первое моё платье 128 тысяч, по-моему, стоило. И я не знаю, за сколько мне его продавать, учитывая, что я его уже носила, и оно уже было на чьей-то свадьбе, и оно подшито под мой рост. У меня рост 168, и я была не в туфлях. Поэтому у девочки худенькой, например, моего же роста, который не собирается надевать туфли, будет офигенно. Или девочки ниже меня, будет тоже офигенно даже с туфлями. Какая была бы цена уместна и логична, учитывая, что я его надела один раз, и оно, ну, как бы не испорченное, то есть с ним всё реально хорошо. Может быть просто низ грязный, потому что я ходила в нём, а так никто на меня ничего не проливал, я в нём не потела. То есть, ну, как бы не знаю. В любом случае нужна химчистка, я не сомневаюсь в этом. Это обязательно просто, потому что, ну, как бы другой человек, и так далее, там духи, мало ли что, не знаю. Вот. Я даже не знаю, сколько стоит химчистка такого платья. Наверное, до хера. Короче, я не знаю, за сколько бы я хотела его продать, за сколько мне было бы комфортно. Ну, типа, тысяч за 60 точно было бы офигенно его продать. Это с учётом того, что я скидываю за химчистку. Ну, вот такой у меня бизнес-план. Мне кажется, это норм вообще. Второе моё платье, я его не подрезала. То есть, оно такое и было, и оно подойдёт и высоким девушкам на каблуках, и не на каблуках. Просто под него вообще-то не нужно надевать кольца. Кольца, кстати, тоже могу продать. Могу вообще в подарок отдать к большому платью. Вообще пофиг мне на это кольцо, хотя оно тоже сколько-то денег стоит. У меня пять колец. По-моему, это самое большое, сколько может быть. То есть, у меня очень пышная юбка была, я так и хотела. И за второе платье, оно стоило 86 тысяч. Я бы, наверное, хотела получить тысяч. Оно не прожжённое, с ним всё хорошо. И если найдётся покупатель, то я даже их расчехлю и засниму, сфоткаю в деталях и так далее. Ну, короче, не знаю. Мои параметры, это к тому, что если вдруг сейчас кто-то найдёт, кто захочет купить, рост 168, объём в груди там 89-90. Но, кстати, что у второго, что у первого платья, там с этим всё хорошо, потому что у главного моего платья, которое 128 тысяч стоило, там вообще корсет, и можно затягивать как хочешь. А талия у меня 63, по-моему, или 62. А бёдра там не играют значения, поэтому... Ну, короче, примерно моей комплекции девчонкам будет офигенно. Так что, не знаю, напишите в директ, и оставьте свою почту, или я не знаю что. Типа то, что я бы хотела купить, меня всё устраивает. Ну, что-то такое, короче. Я просто не знаю, где об этом общаться, и вообще надо ли это кому-то. Я просто не знаю, где его продать. Но мне они не нужны, реально не нужны. Зачем они мне? Я знаю, что есть там какие-то приметы, типа нельзя продавать. Ну, сижу, фотки смотрю. 100 гигов, 100! Это просто благодать. Написала об этом маме. Она говорит, «Ааа, скинь мне всё, скинь мне всё!» Я ей скидываю в Телеграм те фотки, где есть она, где я вижу прям, что она, чтобы она скорее посмотрела, чтобы удовлетворить её потребность в посмотреть. Я прекрасно понимаю, все ждут фотки, просто все, реально все пишут. Мне каждый день, «Ну что, ну что, когда, когда?» И я ей скинула их просто в плохом качестве, чисто глянуть. Она у меня такая сейчас пишет, «Я не могу их сохранить из Телеграма, перекинуть себе на WhatsApp, чтобы пойти их распечатать». Я говорю, «Не надо их печатать!» «Они в плохом качестве!» «Я тебе их скинула просто посмотреть!» Ну, короче, сейчас вот я ей последние две партии кидаю, это типа недолго, и включу себе что-то, и буду сидеть и отбирать, и отбирать, и отбирать. Что-то много, конечно, всего. О, что за звук? А, господи, что за звук? Это фотки я отправляю. Так, ну, конечно, классно, но я еще жду фотки от другого фотографа, потому что фотки с салютом мне хочется увидеть и другие тоже. У нас хорошие фотографии со спины и на фоне салюта. Это они не обработанные, чтобы вы понимали. Вот, а мне хочется увидеть и другие фотографии, где, например, мы целуемся на фоне салюта. Я такое тоже хотела. И мы целовались, я специально и поворачивалась, но я не знаю, будет ли там хороший такой прям ракурс, но... Не, красиво, конечно, базара ноль. Обработать только надо, и вообще супер будет. Прошло много часов, я уже себе все лицо расковыряла, пока сижу. Я, знаете, о чем подумала? Провела такую аналогию. Что мне напоминает свадьба? По встрече. Когда мы стояли фоткались со всеми нашими гостями, я помню, как болело мое лицо. Потому что я очень много улыбалась, мне казалось, что у меня здесь начинает что-то воспаляться. Ну, типа, это вообще шок. Короче, я все еще отбираю фотки. Уже пол второго. Здорово. Сначала я сидела, просто каждую фотку смотрела, типа, что нравится, не нравится, удаляла. Потом я думала, да ну нафиг, мне это так надоело. Так долго. Я решила, короче, все фотки, где мы со Славой, где мы со своей семьей, скинуть просто себе в телефон, и лежа с телефона я все обработаю. Вот, по-не, делов-то. Ну, типа, это я к тому, что... Какого фига? Так же намного быстрее. Единственное, что у меня гиги заканчиваются на телефоне из-за этого. Но ничего страшного, мне на телефоне будет намного легче и быстрее все отсортировать, чем делать это с компа. Потому что вручную с компа, вот так вот на каждую, они еще очень долго прогружаются, за то, что они весят много. Вот салютом мало фоток мне не хватило. Но ничего, подождем работы других фотографов. Помнишь, Ив, когда мама с папой пришли домой, и ты узнала, что они поженились. Теперь мы всегда будем вместе. Мама, папа, Вива. И какой-нибудь грудной малыш. Может, сразу два. Папу, маму родить, да? Вивочка так радовалась. Она говорит, ну, наконец-то, папа, ты решился. В бусиночку. Че ты пересматриваешь? Зай. Что? Че ты там пересматривала? Я видела, пересматривала. Нет, не пересматривала. Как я тебя целовала? Нет, мат убрала. Вот как Слава работает. Нет, я бы тебя попросила. Посмотри, мне кажется, у меня горло красное. Ты такой, ну, давай, типа, высь вниз, ну, как вы раздеваете, типа, эээ, скажи, там, эээ. Я вот, типа, ээээ, и я думала, села по тебе. Такие мы классные, да, Зай? Ага. Ты такой крутой у рубашки. А я с этой чароной. Кажется, мы так смотрим друг на друга влюблённые. Тебе не кажется? Кажется. Я же тебя люблю. И я тебе. Ну, можно у тебя мини-интервью взять? Я просто начинающий видеоблогер. Покажи колечко, Зай. Вааай, мэээ. Ну, ладно, чем ты занимаешься, расскажи. Когда выйдет реакция? Число. Я делаю новую реакцию. Сколько по времени у тебя это занимает? Много часов. Много ли денег тебе это приносит? Достаточно. Чтобы прокормить жену. Прожорливаю. Сапожкой. Ну, ладно, уж там, мы на детишек хватит. Ну, ладно, вопрос другой. Реакцию когда ждать? Завтра. Двенадцатого? Уже завтра смотрите на моём канале. Ну, моё видео, наверное, выйдет тоже завтра или вообще тринадцатого. Поэтому, если что, зайдите к Славе на канал и посмотрите эту реакцию. Она получилась бомбовой, да, Зай? Ты много смеялся, скажи? Очень. Ты так простее говоришь, нет? А, покажу вам, как я тут на кухне... Ой, на кухне, это же не кухня. Виф, а что ты тут нюхала? А у неё там секретики свои собачки. А я знаю, она на балконах какие-то там у неё свои переговорные с голубями, может. Рассказываю, балкон у нас был очень сильно захламлен. Он и сейчас, в принципе, не могу сказать, что идеальный. Но, поверьте, здесь вообще появилось место ходить. Два наших софтбокса новых. Вот третий. Этот вообще со мной всю мою жизнь. Эти мы приобрели благодаря Славе. Его вдохновенческим порывом творческим. Снимать кое-что будем, как вернёмся с дачи. Скоро туда поедем. А здесь ещё один штатив мы купили новый. А здесь... Что там? Короче, палки для этих софтбоксов. Ну, короче, света теперь будет хоть где-то жопой жуй. Посмотрите, они намного больше даже, чем этот. Хотя света, мне кажется, одинаково. Ламп. Может быть, даже... Может, даже тут больше. Но он меньше самый. Типа, может, не такой мягкий свет будет. Ну, короче. Балкон наш выглядит вот так. Да, хлам. Это должно быть вот здесь. Тут мои домашние приблуды. Здесь просто что-то где-то как-то... Ну, в принципе, вот. Но, на самом деле, поверьте, очень чисто. То, что здесь было раньше, это вообще от Ась. А ещё купили новый плед. Покрывало. Коричневого цвета. Прям всё в один тон. Ну, как бы не могу сказать, что прям идеально. Да, но уютно. Я люблю. Люблю такой дуиш. Вот так выглядит очень-очень уютно. Всё ещё эти фиолетовые обои меня бесят. А вот то, что я вам обещала показать. Угу. Купили приставку. Прям как в детстве. Ну, она такая, типа, видимо, китайская уже и так далее. Потому что такая оригинальная стоит очень дорого. А это мы вообще взяли за две тысячи с чем-то, что ли. Вот такие джойстики. И там 170 разных игр закачанная. Типа Тетрис, какие-то драчки, черепашки-низи. Ну, там очень много всего, на самом деле. Вот. Ну, здесь наш Сонька, в принципе. Мы вообще такие задроты. Я слава и говорю, господи, у нас три приставки. Вот этот вот, да. Apple TV, с которым мы смотрим фильмы. Вообще кайфуем, обожаю. Это просто, вот реально, обожаю. Люблю тебя. Сонька, PlayStation. Четвёртый у нас, правда. Ну, типа, блин, нафиг пятый, нам и четвёртый хватает. У меня закончились мои любимые духи. Точно такие же, только духи. И я увидела, твою мать, дезидорант. Я вообще не раздумывая взяла его, хотя он стоил очень дорого. Прям нормально так, но, то есть, представляете, что подмышки пахли, как духи. Это огонь. Мне очень понравилось. Это наш статуэтка нам подарили. Очень мило, приятно. Наша первая награда. Вот здесь всякие украшения, штучки-трючки. Тут славяные дяпанки. Вроде так это называется. Очень красивые. Покупали специально к свадьбе. Гляньте, какая красота. Они переливаются. Там внутри перламутр какой-то. Короче, очень красиво. Не знаю, видно ли это на камере. Короче, классные. Вот. Так что вот так вот. Да, Ючка? В общем, наверное, я буду на этом с вами прощаться. Заканчивать этот влог. Надеюсь, что он вам понравился. Я буду стараться больше снимать. Правда, мне просто нужно включиться в работу, потому что я настолько из-за всех этих суматох от всего отвыкла. И просто освободить хочется голову. В идеале съездить на отдых. Но это я пока не знаю, когда будет. Поэтому, в принципе, можно пока просто отдохнуть у себя в голове, пока сплю. Вот. Так что нужно освободить голову. И, в принципе, все. Я готова. Много идей, много планов, много движений. Ючка там девает на фоне. Так что я думаю, что все будет хорошо. Ну и, конечно, меня бесит дождь за окном, который просто круглосуточный. Вы знаете, когда идет дождь, и когда плохая погода, я такая тоже вся плохая. Типа мне нужно, чтобы светило солнце, чтобы было хорошее настроение, чтобы была работоспособность. Да, Ючка? Так что все, ребятки, это конец. Я вас люблю, целую, обнимаю. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите комментарии, оставляйте, задавайте вопросы. Мы там с платьями еще не решили покупать. Я их еще не выставила на продажу, но если реально есть человек, который хочет купить, я буду очень рада. Я не знаю, кому их продать, но я уверена, что наверняка их захотят купить 100%. Почему бы и нет? Если что, можно даже по почте отправить. Или как там надо. Нет проблем. Так что все. Всем пока.